В День молодежи стали известны имена обладателей государственных премий. С лучшими из лучших познакомился мой коллега Дмитрий Ковалев. Это уже традиция. В День молодежи в зал под стеклянным куполом Дома правительства приглашают только лучших из лучших. В этом году войти в десятку и получить премию претендовали авторы более 40 проектов. Молодежные премии в республике вручают на протяжении вот уже 22 лет. Их лауреатами стали свыше 180 человек. Этот список продолжает Кирилл Лукин, автор проекта «Моя альтернатива. Здоровая нация». Наш проект заключается в том, что мы организуем несколько площадок, на которых люди могут найти свою альтернативу. Благодаря этому проекту люди приходят в новый вид единоборств. Люди выбирают какие-то нетрадиционные виды спорта, где они также реализуют свои активности. И за счет этого они занимаются спортом, физкультурой, не сидят дома. И когда это происходит, люди сами приходят и говорят спасибо. Люди сами обращают на это внимание, что удалось переломить их точку зрения. Среди лауреатов премии для молодежи – разработчики низковольтных выключателей для корабельных систем. Мы разрабатывали автоматические выключатели, которых у нас в России аналогов нет. Мы по программе импортозамещения в России выполняли данную работу. То есть наши разработки будут применяться уже на кораблях, на судах по всей России. Номинируем у нас 5 человек как молодые специалисты. А так у нас в лаборатории, которая выполняла работу, около 13 человек. В этом году появилась и новая премия за развитие молодежного общественного движения. Ее обладателями стали представители студенческого отряда. Хочется сказать огромное спасибо за ту поддержку, которую оказывается молодежи Чувашской республики. Чуваши – это то место, где хочется жить и развиваться. Обладателями премии стали и авторы студвестника Чувашской сельхозакадемии. И даже КВНчики. Многие обладатели премий признаются, что реализуя проекты, не задумываются о прибыли. Большое спасибо, что молодежь Чуваши слышит, ее видят, ее замечают. Поддерживают просто как. Насколько это возможно. Чувствуем поддержку просто со всех сторон. Сегодня в Доме правительства вручали и благодарности от Федерального агентства по делам молодежи. Председатель Кабмина региона отметил, что обладатели наград должны стремиться покорить и новые высоты. Надеюсь, что ваша работа внесет вклад в развитие Чувашской республики и Российской Федерации. С праздником поздравляем. Дмитрий Ковалев, Борис Андреев, Республика.